Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей сегодняшней встрече, которая посвящена изменениям 2024 года, которые у нас произошли по законодательству кадровому, по зарплате. И, собственно говоря, которые надо учитывать уже с отчетности за 2023 год, то есть в текущем периоде. Вы видите на экране контактные данные, то есть адрес электронной почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если по каким-то причинам вам, например, не удалось досмотреть до конца или время оказалось неудобно, вы можете через некоторое время обратиться на наш сайт. Мы выкладываем запись наших встреч и приглашаем вас к сотрудничеству посмотреть, может быть, там найдется еще интересная для вас информация. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Гарда Швакалина, а мои контакты вы тоже видите на экране. Итак, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Программа нашего вебинара включает в себя такие темы, как изменения в трудовом законодательстве. То есть мы поговорим про кадровые изменения, поговорим про изменения в расчете начислений по заработной плате. Какие изменения в связи с изменением законодательства нам нужно будет внести в учетную политику во внутренней локальной арте, то есть, например, положение в плате труда и так далее. Изменения, которые коснулись воинского учета, очень важные изменения, поэтому мы на них остановимся отдельно. Поговорим про новые формы отчетов регламентированных, которые у нас уже появились, ну и про дополнительные сервисы и так далее. Как будет построена наша встреча? Мы с вами будем нормативные материалы смотреть по слайдам и будем переключаться параллельно на демо-версию программ. Я сейчас это сделаю вот таким образом. То есть мы с вами будем смотреть на двух демо-версиях, на конфигурации 1С ERP и на конфигурации 1С зарплаты управления персоналом. Почему мы будем на двух демо-вазах смотреть? Потому что на самом деле ERP включает в себя функциональный блок по учету заработной платы, то есть зарплаты управления персоналом. И практически он в полном объеме там присутствует. Разница небольшая только в компоновке размещения информации. И допустим, вот если у нас зарплата управления персоналом корп, то есть конфигурация, которая позволяет работать с немножко расширенным функционалом по сравнению с обычным зуповским. То, соответственно, мы просто посмотрим, в чем отличается компоновка, из каких разделов вызываются те или иные функциональные опции, которые нам потребуются, допустим, по ходу проведения нашей встречи. Я снова сейчас возвращаюсь к нашим слайдикам. Вот так. И поговорим мы про изменения, которые у нас приключились. То есть уже как бы традиция, добрая или недобрая, так как посмотреть. Традиция, что у нас с Нового года происходят изменения в законодательстве и, естественно, в отчетных формах. Но, слава богу, в этом году у нас таких глобальных революционных изменений, как в прошлом и позапрошлом годах, не приключилось. Но, тем не менее, все-таки законодательные нормы были изменены. Где-то просто корректировались для проведения соответствия. Но где-то более революционные, скажем так, изменения. Каким образом нам нужно готовиться к закрытию года? Ну и, собственно говоря, шпаргалка по составлению годовой отчетности и изменений, которые мы с вами, к сожалению, сейчас имеем уже. Это, собственно, вот такой перечень действий, которые бухгалтеру надо сделать, не забыть. Для того, чтобы не было потом сложности с закрытием периода с составлением годовой регламентированной отчетности. Ну, во-первых, с 1 января 2024 года у нас повысился предельный призывной возраст. Это у нас с вами кадровое изменение. Теперь призывной возраст составит 30 лет. Ну и, соответственно, в связи с этим также был изменен предельный возраст нахождения в запасе и в мобилизационном резерве. То есть вы видите на экране ссылочку на нормативный акт. То есть у нас федеральный закон номер 439 ФСЗ. Собственно, этот закон был принят 4 августа 2023 года. То есть это уже законотворчество последней, второй половины прошлого года. И, соответственно, в связи с этим кадровым работникам, либо бухгалтерам, если они у вас совмещают эти функции, необходимо проверить списки и подкорректировать их, то есть просмотреть, кто теперь у вас должен входить в эти списки. И не забыть изменить локальные акты по воинскому учету. Мы подробнее поговорим про эти локальные акты воинского учета, немножко подробнее. Когда будем с вами разговаривать по организации воинского учета, ну вот на этом месте как бы сделайте себе отмечку, что это нужно обязательно сделать. Это административные действия, то есть для этого не требуется вносить каких-то корректировок в программу. Это необходимо делать, ну так сказать, в околопрограммном пространстве. Ну и, соответственно, из-за изменения призывного возраста у нас увеличился возраст, по которому IT-специалисты могут получить отсрочку от армии. То есть, соответственно, этот возраст тоже увеличился до 30 лет и регулирует это у нас указ президента номер 660. То есть основной как бы лейтмотив этих документов – это увеличение призывного возраста, соответственно, возраста, до которого предоставляется отсрочка, и корректировка списков, которые мы должны подготовить и подать в воинский комиссариат. Здесь обратите внимание еще вот на что, что в некоторых территориальных образованиях взаимодействие с органами местных властей может происходить на каких-то особенных бланках. То есть в воинский учет военкоматы могут иметь свои собственные бланки, которые не содержатся в унифицированном альбоме документов, и поэтому вам нужно заранее уточнить, есть ли такие бланки и надо ли вам соблюдать их, соответственно, делать на таких бланках. сведения, там, отчеты, переписки и так далее. Кроме этого, с 1 января 2024 года, как вы уже слышали, у нас изменился мрот. То есть на этот год 2024 он составляет 19242 рубля. В соответствии с этим вам нужно обязательно пересмотреть, во-первых, штатное расписание, проверить, чтобы у вас не было окладов, которые ниже этой суммы. Ну, естественно, это сумма, которая должна быть выплачена работнику, если он у вас на полной ставке. Ну, соответственно, если он не на полной ставке, то должна быть сумма оплаты пропорционально отработанному времени и вновь установленному мроту на этот год. Если в вашем регионе установлен свой мрот, то, соответственно, эти сведения нужно внести в программу и уже ориентироваться на них. Здесь может быть два варианта. То есть если вы пересмотрели штатное расписание и изменили оклады или установили дополнительные доплаты до размера мрот, ну, тем сотрудникам, чьи специальности на него не дотягиваются. И вот в этом случае уже нужно будет носить изменения не только в штатное расписание, но и в местный локальный нормативный акт, то есть положение об оплате и о премировании. Еще один очень важный момент, который, к сожалению, многие упускают из виду, но, тем не менее, в шпаргалке это нужно отметить, ну, скажем так, красным шрифтом. То есть на самом деле практически сейчас все организации отчитывают за статистику и, соответственно, сдают, во-первых, отчетность, которую должны сдавать, например, все или предприятия, которые попали под какие-то определенные выборки. Но и есть много отчетов, которые в этом году Росстат обновил, которые изначально платились не всеми, а, например, ваша организация попала в выборку предприятий, который сдает по этой форме отчетность. Значит, в этом случае вам нужно как можно быстрее зайти на сайт соц.страха и проверить по вашему ИНН, какие формы отчетов вы обязаны сдавать в этом году. Потому что, кроме того, что есть отчетность, которая сдается, например, ежеквартально или ежемесячно, или ежегодно, есть еще отчетность, которая сдается, например, раз в два года. И, ну, в этом случае получается, что вы можете пропустить срок сдачи отчетности и в этом случае попадаете под штрафные санкции. Напомню, что штрафные санкции в этом году, статистика применяет тоже во весь РОС, если можно так сказать. И, собственно, если раньше они говорили только ой-яй-яй и сдайте любым способом, то теперь не сдача, на первый случай, не сдача или нарушение сроков предоставления отчетов вызывает штрафные санкции до 70 тысяч рублей, то повторное правонарушение будет уже караться штрафами до 150 тысяч. Согласитесь потратить 5 минут на то, чтобы проверить, что вы должны сдавать, и 150 тысяч, ну, в общем-то, смотря, что перевешивает на ваших весах, ну, 70 и 150 тысяч будет в любом случае жалко. Еще один момент. У нас появился новый отчет в социальный фонд в ЕФС-1, который мы должны сдавать по кадрам с 2024 года. Соответственно, этот бланк стоит заранее почитать, посмотреть, проверить, что у него заполнены все необходимые сведения в сведениях об вашей организации, чтобы потом это формировалось уже в, ну, как бы, в автоматическом порядке. Еще один такой небольшой исторический экскурс с этого года в бухгалтерии, начиная с версии 147-й, 3.0-147, реализован в национал ведения воинского учета. То есть воинский учет у нас был организован в принципе и раньше, то есть он у нас в общем-то очень комфортно был организован в ЕРП, в зарплате управления персоналом. Теперь вот есть тоже и в бухгалтерии, потому что до этого мы, собственно говоря, ограничивали сведения воинского учета в разрезе введения сведений о военном билете и о военкомате, к которому сотрудник приписан. чтобы начать работу с воинским учетом в бухгалтерии, просто как напоминание необходимо, чтобы в бухгалтерии же велись и сведения по кадрам по заработной плате. То есть если вы, например, ведете в ЗУПе, то переходить на воинский учет в бухгалтерии в общем-то может быть и не вполне необоснованным. Функционал введения воинского учета это функция, которая требует дополнительной активизации во всех видах конфигурации, то есть и в бухгалтерии, и в зарплате и кадрах, и в ЕРП. Активация воинского учета мы тоже это немножко подробнее рассмотрим. Это как бы отдельная песня и делается это сейчас мы посмотрим с вами по демо версии по демо версии как это делается, но вот на что стоит обратить внимание до того, как мы сейчас переключимся. Сейчас будет вот такой слайдик, то есть настройки обратите внимание, чтобы формировались сведения об ответственных лицах, ну то есть полностью правильно формировались все документы по воинскому учету, необходимо ответственные лица за подготовку отчетов, необходимо заполнить стартовые настройки предприятия. Мы их посмотрим более подробно, когда будем смотреть организацию воинского учета, но вот такой слайдик мне хотелось вам заранее показать. И еще один момент, на который тоже хотелось бы обратить внимание, это на то, что в общем-то все изменения, которые у нас в этом году происходят, необходимо привести в соответствие с налоговой политикой на 2024 год. Соответственно, утвердить эти изменения можно так же, как мы делали это и в 2023 году, то есть здесь у нас в порядке изменения учетной политики ничего не изменилось, то есть мы перечисляем все изменения, которые мы вносим в локальные нормативные акты, то есть это у нас и положение об оплате труда и премирования, и правила внутреннего распорядка, ну то есть все наши внутренние акты, которые регулируют кадровый учет и оплату труда, размеры, порядок, ну то есть все вот эти вот документы, и мы можем вынести изменения отдельным приказом, то есть не пересматривая учетную политику в целом, а можем утвердить новую учетную политику, то есть учетную политику в новой редакции, то есть в этом случае главный бухгалтер решает, как лучше сделать, эти способы применяются уже давно, ничего нового в них, слава богу, пока и не придумали, и соответственно издают приказ, и вот в этом приказе, обратите внимание, должна учетная политика быть утверждена до 31 декабря предыдущего года, то есть на 23 год мы утверждали учетную политику 31 декабря 22 года, на 24 год мы должны учетную политику утвердить не позднее 31 декабря 23 года, потому что если мы напишем 24 год, то в этом случае учетная политика будет действовать с 1 января следующего года, и еще один момент, так, это мы сейчас немножко похоже посмотрим, а вот на вот этом слайде мы переключимся на демо версии, так, вот они у нас на демо версии, и здесь у нас с вами и зарплаты управления персоналом, и ERP, начнем мы с вами наверное с ERP, и так, то есть для того, чтобы включить на настройки учетной политики на этот год, нам с вами нужно через раздел НСИ и администрирование, как вы видите, здесь есть раздел НСИ и администрирование, то есть нормативно-справочная информация, и есть меню организация, поскольку у меня настроен мультифирменный учет, то есть у меня в программе ведется несколько юридических лиц, то соответственно я открываю журнал юридических лиц, и здесь у нас список всех компаний юридических имена лиц, которые присутствуют в нашем скажем так колдинге, и уже конкретное юрлицо, например вот Андромеду плюс, первый, кто попался под руку, я беру, и здесь у нас с вами вот открылась карточка организация, где мы заполняем на нужных закладочках, соответственно, заполняем нужную информацию, и сейчас делаем с вами вот так, чтобы она не так мешалась, и у нас есть закладочка учетная политика и налоги, и здесь мы проверяем все наши настройки, то есть проверяем то, что необходимо сделать до того, как мы начали работать с отчетностью и собственно с документами текущего года, мы проверяем, что у нас не изменилось системное налоговложение, в учетной политике по финансовому учету, например, тоже ничего особо не изменилось, обратите внимание, учет аренды ведется по ФСБУ 25 2018, то есть у нас принято уже достаточно много новых ФСБУ, часть из которых уже обязательна к применению, то есть применяется с 2020, с 2021 года, с 2022, с 2023, но есть несколько ФСБУ, если быть более точным, то у нас остались два ФСБУ, которые еще не в обязательном порядке к применению, но компания может начать досрочное применение этих ФСБУ, поэтому при вот этих настройках, то есть при настройке финансового учета и бухгалтерского учета, нам надо обратить внимание на эти ФСБУ и, собственно говоря, посмотреть, как мы хотим начать применение в добровольном порядке или нет. Дальше, настройки учета по налогу на прибыль, здесь практически новых изменений у нас не особо много, в общем-то ничего революционного у нас здесь не приключилось. настройки учета НДС, к сожалению, в НДС у нас немного есть новшеств, мы по ним поговорим потом, но, собственно говоря, тоже не так, чтобы уж сильно критично. И дальше, обратите внимание, здесь у нас налогное имущество, другие гиперссылки, и, в общем-то, мы можем посмотреть порядок уплаты авансов по налогам, ну, собственно, посмотреть другие настройки. После этого у нас на закладочке зарплаты кадры, и есть единственный момент, который нас очень интересует, ну, то есть, естественно, мы проверяем районные коэффициенты, и другие параметры, но интересует нас вот этот раздел, воинский учет, и здесь мы с вами проваливаемся по гиперссылке изменить, и в этом случае попадаем в меню настройки работы с воинским учетом, и обратите внимание вот на этот интерфейс, который у нас здесь открывается, и, соответственно, мы здесь должны уже заполнить конкретную информацию. Это мы с вами посмотрели в ERP, а теперь мы с вами переключимся на зарплату управления персоналом. Здесь у нас настройки находятся вот меню, как вы видите, настройка с гаечным ключиком, и в этом меню у нас есть сведения о предприятии, и то же самое меню организации. Вот так сделаем. У меня здесь тоже несколько организаций, но здесь для, скажем так, чтобы я могла показать на примерах некоторые вещи, у меня есть еще и филиалы. Но сейчас нас будет интересовать центральное подразделение, вот он будет у меня кронпринц, и соответственно я вот вижу сведения про организацию, регистрационные данные, коды, и закладчик учетная политика. И вот здесь обратите внимание тоже так же как и в ERP, у меня есть раздел ответственные лица, то есть соответственно я захожу в этот раздел, и у меня есть возможность заполнить всех нужных лиц, для того, чтобы у меня последующим при формировании документов эти лица подставлялись в бланке. То есть здесь у нас есть руководитель кадровой службы и ответственные за воинский учет. В моем случае, видите, я это не заполнила, но соответственно это должно быть заполнено, потому что если вы это пропустите, у вас не будет это заполняться при формировании документов воинского учета. Сейчас мы с вами снова переключаемся. Так. И я хотела вам показать, наверное, еще рано мы с вами ушли отсюда, еще показать на примере. мы с вами возьмем, допустим, ERP и в этом случае мы с вами смотрим воинский учет, отдел воинского учета. То есть естественно мы проверяем, что в 2024 году у нас ведется учет, ну и естественно добавляем, 2024 год кто конкретно отвечает, ну пусть будут руководители. То есть заполняем сведения, это нам дальше надо. И есть два документа, которые по аналогии с учетной политикой задают параметры ведения воинского учета. То есть мы формируем уже готовый план по осуществлению работ воинского учета и если я аккуратно заполняла сведения об организации, у меня соответственно будут заполнены и вот эти вот сведения, которые выводятся в шапку. То есть у меня будут указаны руководители организации, ну соответственно с инициалами и так далее. Будет сформирован сам план, как вы видите здесь у меня сведения, которые необходимо перечислить в этом документе. И здесь у меня тоже должны подтянуться и фамилия, имя, отчество и название должности ответственного, как вы видите, за воинский учет, начальника отдела кадров и так далее. То есть это основной документ, который регулирует работы по воинскому учету. И как вы видите, из шапки документа он должен быть согласован с военкоматом. То есть вы должны сбегать в военкомат и проставить, что документ им подан и согласован. А вот после этого мы должны сделать еще один документ, приказ об организации воинского учета. И здесь соответственно то же самое, если я поленилась ввести сведения при заполнении, то здесь мне придется уже ручками в режиме ручного редактирования необходимые сведения добавить. И вот этот вот приказ, так же как приказ по учетной политике, он нас вводит использование плана уже на текущий период, то есть на 2024 год. После того, как мы выполнили вот такую несложную процедуру, у нас в разделах будем сделан таким образом, у нас в разделах кадры и в разделах заработная плата появляется блок воинского учета. то есть вот как вы видите воинский учет и точно такой блок появляется в разделе зарплаты управления персоналом. Единственное, что состав блока немножко разный, то есть в ЗУП больше операций доступно, чем в ЕРП. Сейчас мы с вами переключимся на ЗУП. Ну, то есть если мы здесь все заполним, то у нас соответственно этот документ будет давать возможность сразу его распечатать без корректировки. И в разделе воинский учет у нас с вами тоже появился вот этот раздел и вот такой набор документов мы можем вызвать из этого блока. как вы видите практически сведения идентичны. Поэтому в общем-то при работе с ЕРП, если вы работали уже с ЗУПом, для вас не будет никаких сложностей. Теперь мы снова с вами возвращаемся к нашим слайдикам, нормативным актам. И вот еще на что хотела обратить ваше внимание. Кроме того, что у нас в общем-то в прошлом году мы начали работать с уведомлениями по единому налоговому платежу и с платежами по этому то есть по единому налоговому счету. У нас есть еще другое новшество, приятная такая изюминка о том, что при платежах, при расчетах с бюджетами через единый налоговый платеж, у нас есть возможность зачитывать соответственно если у вас переплата например по единому налоговому счету в счет предстоящих платежей, вы можете зачесть их в счет любых других взносов и сборов. При этом сюда входят и пени и штрафы. То есть когда мы платили по отдельности то можно было зачесть например только федеральные налоги счет федеральных налогов а страховые износы уже нельзя было зачесть ну то есть разные виды налогов и сборов нельзя было зачесть между собой. То есть у нас сейчас такое ограничение уже отменено уже отменено и соответственно мы можем делать взаимозачеты по всем налогам и сборам. Но на что стоит обратить внимание если у вас остались какие-то суммы которые вы случайно отфутурили на этот счет то зачесть или вернуть эти суммы вы можете только после того как погашены все ваши обязательства перед бюджетом вот после этого если у вас осталась какая-то сумма тогда вы можете ее либо вернуть либо написать зачет что хотим вот счет того-то такого-то платежа зачесть эту сумму но имейте ввиду еще один момент что сейчас в 2023 году и в 2024 естественно приоритетное погашение имеют НДФЛ то есть если у вас есть какая-то задолженность и в том числе НДФЛ то в первую очередь будет погашена задолженность по НДФЛ а уже после этого будут распределены по остальным платежам денежных средств так и того небольшой такой что же мы меняем в учетной политике на 2024 год то есть как таковых требований нету по сравнению с 2023 годом то есть именно массированные корректировки в учетную политику не нужны мы только приводим соответствие например ну вот налоговый учет с теми изменениями которые были и так далее то есть если вы хотите корректировать учетную политику более глобально то это делается в том случае если вы например хотите сменить налоговый режим в этом случае налоговая политика полностью переделывается то есть например вы начали применять автоматизированную упрощенную систему а УСН это новый налоговый режим или переходите с упрощенки на общий режим вот в этом случае вы должны в обязательном порядке учетную политику делать новую и собственно говоря если вы используете российское программное обеспечение или радиоэлектронную продукцию то есть в этом случае вы можете применять повышающие коэффициенты и в этом случае естественно вам нужно тоже в учетную политику внести такие сведения или если вы хотите воспользоваться инвестиционными вычетами которые связаны с IT сферой вот в этих трех случаях вы видите их на экране еще раз чтобы зрительно так сказать запомнить лучше вы должны учетную политику изменить полностью полностью новый сделать документ и уже принять его в установленном порядке мы сейчас с вами посмотрим слайдик которые уже посмотрели так сказать вживую то есть для конфигурации ERP учетную политику мы с вами делаем через раздел инсы и администрирование карточка организации и соответственно раздел закладочка учетная политика и закладочка зарплаты кадры а в зубе у нас находится немножко в другом месте это у нас раздел настройка и здесь у нас сведения о предприятии то есть о наших организациях то есть мы в этом случае заходим в журнал выбираем нужное юрлицо естественно туда тоже вносим эти изменения еще немножко нормативной информации то есть само по себе строение учетной политики у нас не поменялось как было так и есть должно быть две учетных политики то есть по бухгалтерскому учету и по налоговому учету вы можете их ввести одним документом который будет иметь два вот таких раздела а можете ввести по отдельности то есть будет раздельные документы отдельно по бухгалтерскому учету отдельно по налоговому учету и вот еще на что нужно обратить внимание то есть понятно что рабочий план счетов мы прилагаем с изменениями то есть по 69 счету мы ставим с вами изменения дополнительный субсчет девяточку которая у нас фигурирует при работе с единым налоговым счетом и в обязательном порядке мы применяем правила проведения инвентаризации и правила определения существенности ошибок то есть в этом документе то есть в учетной политике мы обычно это указываем и рабочий план счетов с девяточкой по 68 счету это мы тоже должны в обязательном порядке в учетной политике показать вот по поводу 25 ФСБУ обратите внимание вот на что ФСБУ у нас принято что с 23 года но к нему принято две поправки то есть это у нас состав оценных платежей по новым правилам будет с исключением НДС и у нас есть оговорка о том что иные возмещаемые суммы налогов которые не должны входить в налоговые платежи исключены то есть в соответствии с новой редакцией 25 ФСБУ обратите внимание вот на такие поправки их тоже необходимо отразить в учетной политике и естественно если у вас либо есть либо вы планируете операции по финансованию то тоже нужно предусмотреть эту возможность ну если у вас только операционная аренда то в этом случае никаких дополнений в учетную политику делать не надо ну а если вы решили применять досрочно стандарты которые у нас остались собственно это ФСБУ 14 то в этом случае нужно в учетной политике предусмотреть альтерспективный способ или альтернативный вы хотите предусмотреть сейчас я вам покажу табличку который все наши новые ФСБУ которые действуют на данный момент отражены и вот как я вам говорила уже то есть это то что уже обязательно к применению это ФСБУ 25 по аренде про которую мы поговорили 27 это документы оборот а вот 14 ФСБУ и 28 28 ФСБУ у нас еще добровольно только применяются но в досрочном порядке вы можете это применять уже начиная с этого года тогда в этом случае вы должны будете тоже отражать в учетной политике еще пару моментов на которые стоит обратить внимание то есть наша шпаргалка так сказать что мы проверяем все изменения по кадровому производству это у нас увеличение призывного возраста по расчету заработной платы это у нас самое основное самое громкое изменение это обложение НДФЛ то есть во-первых это НДФЛ у нас облагается теперь и авансы то есть у нас на самом деле теперь есть НДФЛ с оплатой за первую половину месяца и с оплатой за вторую половину месяца и плюс изменения в ставках НДФЛ и изменения которые коснулись размера НДФЛ для удаленщиков и для нерезидентов а сейчас мы поговорим про это немножко поподробнее то есть у нас начала действовать новая форма это декларация 3 НДФЛ то есть это отчет за 23 год физического лица ну в том числе и ПИСТ сюда входят значит в этом случае у нас просто новая форма и в этом случае у нас меняются два листа декларация то есть приложение номер 5 это про стандартные социальные вычеты и приложение номер 6 про имущественные вычеты а вот по НДФЛ у нас ну во-первых изменились правила по НДФЛ а во-вторых с отчетности за первый квартал обратите внимание не за 23 год за первый квартал у нас вводится новая форма расчета 6 НДФЛ то есть соответственно эта форма будет уже с учетом того что изменился порядок уплаты налогов по НДФЛ то есть теперь он платится два раза в месяц и соответственно с 1 по 22 число и с 23 по 31 и изменились правила расчета НДФЛ для дистанционщиков не резидентов то есть у нас для нерезидентов теперь вроде бы зрительно кажется что большое послабление вышло поскольку вознаграждение и иные выплаты при дистанционной работе относятся теперь к доходам полученным от источников в Российской Федерации то есть от местонахождения работодателя в этом случае у нас НДФЛ берется по ставкам либо 13 процентов либо 15 соответственно если доходно растающим итогом свыше 5 миллионов то есть в этом случае у нас нерезиденты дистанционщики приравнены к резидентам и соответственно зарплата облагается так же как у резидентов то есть в этом случае не надо рассчитывать сколько нерезидент находился на территории РФ сколько за границей и так далее но здесь у нас есть одна небольшая ложечка дегта то есть по НДФЛ то есть если у нас разговор идет по трудовой договора то в этом случае эти договора если они соответствуют нормам 49 главы то все хорошо это распространяется и на них а вот если у нас речь идет о иных выплатах когда нерезиденты выполняют какие-то работы трудовые договора или другие какие-то аналогичные то в этом случае ставка про 13% для них не действует обратите внимание то есть только обычные трудовые договора которые соответствуют нормам главы 49 для иных трудовых договоров данная норма не действует то есть будет действовать так же как было и до того то есть если статус нерезидента то в этом случае НДФЛ будет 30% сейчас мы с вами снова переключимся на демо версии и поговорим по поводу ERP вот так на самом деле если вам довелось поработать и в зупе и в ERP то вы знаете что раздел кадры и раздел зарплаты здесь практически одинаковые потому что вот здесь у нас имеются вот такие вот работы с кадрами кадровые отчеты и так далее то есть соответственно кадровые отчеты у нас содержат в себе в общем-то большую перечень отчетов как вы видите есть и регламентированные отчеты есть и управленческие отчеты то есть практически все что требуется кадровику подать составить ознакомить директор и так далее у нас с вами в разделе кадры имеется и обратите внимание на отчетность для военкоматов когда мы с вами при активации этой функции задаем параметры сейчас я еще раз покажу то есть в разделе НСИ администрирование мы с вами выбираем раздел кадры и вот здесь у нас мы проставляем отметочки чекбокса такие вот красивые зеленые птички значит спускаемся немножко ниже и вот у нас раздел воинский учет то есть когда я ставлю только одну галочку воинский учет мы с вами начинаем автоматически сдавать один отчет воинский комиссариат в общем-то по таким кадровым мероприятиям как прием и увольнение а вот если мы проставляем второй чекбокс то есть вторую красивую зеленую галочку то в этом случае мы начинаем с вами работать с учетом бронирования и в этом случае нам добавляется еще два отчета то есть соответственно мы будем сдавать уже три отчета ну и дальше собственно все настройки которые у нас с вами есть через отдел НСИ администрирования это активация тех или иных функциональных опций и здесь задача что кадровика что бухгалтера в основном это внимательно читать что мы отвечаем смотреть подсказки которые помогают сориентироваться и соответственно отметить флажками те разделы которые мы будем применять то есть если раньше допустим воинский учет ну скажем так более лояльно смотрели на его допустим отсутствие или неправильное введение как вы понимаете последние два года в связи с мобилизационными мероприятиями и так далее этим вопросом уделяется гораздо больше внимания и в этом году штрафные санкции за нарушение за непредоставление каких-то документов или сведений у нас соответственно возникают уже штрафные санкции которые не просто существенные оно очень существенное потому что эти штрафные санкции у нас до 400 тысяч так это мы с вами посмотрели где у нас происходит активация этих раздела и собственно говоря вот они наши отчеты которые мы сдаем воинкоманд то есть 18 форма это форма которую мы сдаем когда отмечаем что воинский учет ведется то есть она с 15 года применяется по новой форме и дальше как вы видите в общем-то документы которые требуются уже для введения взаимодействия с военкомандами и так далее и отчетность для бронирования то есть если мы будем вести бронирование наших сотрудников то вот у нас здесь целый блок отчетов еще один момент который мне тоже хотелось вам показать то есть не очень быстро к сожалению открывается то есть это расчет кроме того что мы с вами составляем отчеты для воинского учета то есть для комиссариата мы естественно должны сообщать и нашим сотрудникам которые состоят на воинском учете и военкомату в случае если поступает какая-то информация о том что например получена повестка электронная на такого-то сотрудника там Иванова Петрова Сидорову в этом случае мы обязаны проинформировать и самого сотрудника ну естественно воинский комиссариат о том что была получена такая информация она была доведена до сведения нашего сотрудника и в случае если это требует от нашей организации каких-то мероприятий то есть например доставку на призывный пункт или еще что-то то эти действия должны быть выполнены в обязательном порядке в противном случае для предприятия точно так же будут вот эти вот очень крупные штрафы и еще один момент который связан с регламентированным учетом это вот мы с вами сейчас переходим в регламентированный учет и здесь нас интересует блок 1С отчетность то есть 1С отчетность это и блок который включает в себя журнал отчетов который мы составляем и которыми мы обмениваемся и дополнительные функции но кроме этого 1С отчетность это еще и дополнительный сервис если я перехожу вот таким образом через регламентированные отчеты то у меня программа себя не забудет похвалить и соответственно дать мне дополнительную информацию про этот сервис подробнее о сервисе можно прочитать здесь и подключиться к нему можно тоже это очень несложная операция не требует как бы специфических знаний и участия системного администратора например смысл этого сервиса в том что организуется прямой доступ с вашей конфигурации в на сайт фискальных органов налоговых органов конкретно то есть вы обмениваетесь информацией отчетностью и так далее минуя оператора ТКС то есть например если вы работали со СБИС плюс или Гастрал или Калуга то в этом случае минуя вот это третье так сказать звено вы сразу будете работать с сайтом налоговой инспекции и в этом случае вы можете через конфигурацию например бухгалтерия подключить контроль за уплатой единых налоговых платежей то есть личный кабинет в котором вся информация содержится в платежах задолженности ну то есть полностью все свиньи смотреть через личный кабинет это если вы используете сервис 1С отчетность так это мы пока закрываем и еще один момент то есть обратите внимание вот на что то есть у нас например в разделе регламентированный учет есть личные кабинеты регламентированный учет вот они у нас личные кабинеты когда я захожу уже в журнал то у меня эти пункты меню доступны вот верхней линейки если мы говорим про личные кабинеты то здесь вот что нужно учитывать ну соответственно это взаимодействие с налоговыми инспекциями то есть это личный кабинет если у меня юрлицо если у меня налогоплательщик то есть я захожу и настраиваю на нужный мне ну то есть ввожу соответственно координаты вывожу и и все остальные реквизиты и в этом случае у меня есть возможность через личный кабинет смотреть свои данные вот этот пункт это переход на портал фонда социального обеспечения бывший ФСС обратите внимание что здесь у нас практически информация которая касается юрлица то есть проверок актов и так далее но есть еще один пункт то есть СФР бывший ФСС личный кабинет организации а есть еще СФР бывший ФСС личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности то есть кодом в это то есть собственно со всем блоком социального обеспечения поскольку как вы знаете у нас в этом году практически с прошлого года электронные листки нетрудоспособности то есть они выписываются только в электронном формате и естественно в этом случае приходят уведомления и самому сотруднику через госуслуги о том что вам например выписан больничный лист и соответственно работодатель получает такое уведомление и вот в этом личном кабинете все сведения по работе с листками нетрудоспособности будут отражаться то есть например продленный листок нетрудоспособности закрыт один листок нетрудоспособности выписан другой то есть например переданы сведения для оформления инвалидности ну то есть все подробности будут в электронном виде и очень удобно естественно будет с этим работать А вот статистика, то, что я говорила, стоит проверить изначально. Вот он у нас портал статистики, то есть, естественно, войти в этот портал, ввести свой ИНН и проверить, какие отчеты вы должны сдавать в этом году. И еще один, может быть, не все обратили внимание на этот пункт, Банк России. То есть, что это такое? Это Банк России, но, к сожалению, у нас не подключен, поскольку этот личный кабинет требует настройки на конкретной банке, то у нас сейчас этот сервис на демо-версии мы показать не можем. Но смысл в том, что если ваша организация имеет какие-то кредитные продукты, то есть, например, кредитные линии, какие-то кредиты, еще что-то, то в этом случае, естественно, банк с определенной периодичностью, чаще всего раз в квартал, запрашивает у вас документы. Например, оборотно-сальдовые ведомости по основным средствам, по товароматериальным остаткам, то есть, достаточно много всякой информации, которая касается ваших финансовых показателей и так далее. То есть, вот этот вот личный кабинет позволяет вам сформировать комплект документов, которые требует от вас банковская компания. И, собственно говоря, здесь же сохранить машиночитаемую доверенность, обратите внимание, и сохранять вот эти комплекты, которые вы должны предоставить в банк. В этом случае вам уже, допустим, не надо искать, где у вас сохранена машиночитаемая доверенность или какие-то другие формы, которые от вас затребовал банк. Так, это мы с вами закрываем. Это мы с вами тоже закрываем. Еще на что хотелось бы обратить ваше внимание, это тоже в разделе регламентированный учет. У нас с вами сообщение в контролирующие органы. То есть, соответственно, мы можем с вами, сейчас немножко опущу, чтобы нам там было видно. То есть, мы выбираем организацию и можем, соответственно, писать какие-то обращения, заявления и так далее. То есть, например, отказ от применения упрощенки, утрата права на применение упрощенки, переход на оборотную упрощенку. Ну, то есть, видите, здесь мы можем сформировать документы, которые не являются налоговыми отчетами, но сопровождают деятельность организации при контактах с какими-то фискальными органами. В общем-то, это, наверное, последний сервис, который мне хотелось вам показать. И есть еще один раздел финансовый результат и контролинг. И здесь у нас тоже в разделе сервис есть дополнительные функции, которые мы можем использовать. То есть, мы можем использовать вот эти перечисленные формы сервисов. То есть, можем посмотреть, исправить остатки. И вот это, к сожалению, бывает, особенно в конце года, очень важные и нужные функции. Так что, обратите на нее внимание. Исправление остатков товаров организации. То есть, делается это, естественно, после проведения ревизии, после выявления каких-то отклонений. И можно в этом случае использовать вот этот сервис. Но при проведении ревизии мы с вами сейчас переключились на склад и доставку. Это немножко не по нашей теме. Но мне хотелось вам показать, поскольку ФСБУ про проведение инвентаризации у нас уже доступно к добровольному применению. То мы с вами помним, что обязательная инвентаризация делается по концу года, по состоянию на 31 декабря. И, допустим, в ERP у нас раздел склад и доставка. Раздел инвентаризации немножко непривычно называется. В принципе, те, кто с этим работает, давно уже, наверное, и привыкли. А с теми, кто переходит в другие конфигурации, например, торговля, комплексные и так далее. То есть, раздела как такового инвентаризации у нас нет. Есть излишки, недостачи и порчи. И обратите внимание, у нас есть раздел пересчет товаров. То есть, по факту, то, чем обычно занимается при инвентаризации. Составляется обычная ведомость, в которой мы указываем, что мы увидели на складе. Мы это дело переписываем. И потом уже на основании, составленной вот таким вот образом ведомости, мы можем получить печатные формы, как вы видите, достаточно большого ассортимента. То есть, мы можем включить сюда и сличительную ведомость, когда анализируются отклонения от учетных данных, и традиционный бланк, то есть, из альбома унифицированных документов. И, собственно говоря, не совсем привычные, то есть, в бланке задания, если идет какие-то, если задается какая-то выборочная инвентаризация на какие-то конкретные ячейки или товарные группы, или, допустим, стеллажи и так далее. И уже как отдельные печатные формы эти документы выводятся на экран. А вот действия, которые с ними в дальнейшем нам доступны, это, соответственно, складские акты и излишки, недостачи и порчи товаров. То есть, естественно, в пределах норм, естественно, его были. Мы можем это списать, а все, что сверх норм, естественно, его были, мы должны определить либо виновных лиц, либо списать на убытки за счет собственных средств. То есть, естественно, если мы обнаружили какие-то излишки, то мы их приходуем, и они у нас попадают под налоги. То есть, мы с них должны начислить налоги. А вот недостачи мы с вами относим на убытки, но в состав затрат они не входят. То есть, они не уменьшают нам налогооблагаемую базу. Ну, на этом, к сожалению, наше время уже заканчивается, поэтому мы с вами возвращаемся к нашим слайдам, к нашей нормативной, так сказать, информации. Вот. И я хочу вернуться к самому первому нашему титульному листу, чтобы напомнить вам наши контакты и пригласить к сотрудничеству. Мы выполняем абсолютно все работы, которые связаны с программами 1С, ну и не только с ними, поэтому приглашаем вас к сотрудничеству. Будем рады оказаться вам полезными. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Благодарим вас за внимание, за время, которое вы нам уделили. И надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего доброго.